Я Владимир Николаевич Ембулаев, являюсь представителем КПРФ и стою на позиции марксизма, почему я являюсь еще председателем организации такой общественной, российские ученые социалистической ориентации. И доклад мой сегодня, он так и называется, что Парижская коммуна – это форма диктатуры пролетариата. Парижская коммуна – это первое в истории правительство рабочего класса, форма диктатуры пролетариата. Основано в результате победоносного народного восстания 18 марта 1871 года. Первоначально власть в столице Франции осуществляла временное революционное правительство в лице Центрального комитета национальной гвардии, то есть органа, избранного батальонами народного ополчения, которое создало население для защиты города от прусских армий. А 26 марта власть перешла в руки собрания депутатов народа – это так называемая коммуна. Разглашение Парижской коммуны встретило отклик и сочувствие во всей Франции. Волнения охватили многие другие города. Хотя по всей стране свергнуть власть буржуазии и буржуазно-помертического правительства народу не удалось, но Парижская коммуна по существу выступила как глашатай и прообраз нового революционного правительства всей Франции. Большинство членов Парижской коммуны составили рабочие и ремесленники, впервые пришедшие к управлению государством. Они стояли за осуществлением широкой программы демократических революционных преобразований, намеченных народом еще до выборов. Для управления государственными делами были созданы выборные комиссии, заменившие прежние министерства. Комиссии труда, промышленности и обмена, общественных служб, то есть транспорта и связи, продовольствия, финансов, общественной безопасности, юстиции, просвещения, внешних сношений и военные. Их работу координировала исполнительная комиссия, дальнейшая включившая в свой состав представителей всех отраслевых комиссий. 1 мая ее заменил Комитет общественного спасения, высший исполнительный орган Парижской коммуны. Каждый член Парижской коммуны вошел в одну из комиссий, одновременно сохраняя связь со своим избирательным округом, встречаясь там с избирателями. Старый государственный аппарат был сломан, бюрократия и высшие чиновники изгнаны, штат сокращен, жалование для работников аппарата Парижской коммуны и ее членов ограничено размером среднего заработка рабочего. Старая армия упразднила и заменена национальной гвардией. Полиция и жандармерия распущены, судьи-реакционеры заменены выборными, памятники милитаризма и реакции были разрушены, улицы, носившие имена ненавистных сановников, переименованы, церковь отделена от государства и лишена его поддержки. Ряд газет, журналов, враждебных Парижской коммуны, закрыт. Парижская коммуна заседала ежедневно и публично. Ее члены не только принимали декреты, но и сами проводили их жизнь, организуя массы на их притворение. Ежедневная пресса, настенные афиши и листовки освещали деятельность Парижской коммуны, подвергали критике неполадки, вносили предложения. Участие народных масс в управлении государством осуществлялось и с помощью комитетов бдительности, союзов, политических клубов в виде собраний граждан в районах Парижа. Многие клубы выдвигали кандидатов в Парижскую коммуну, обсуждали декреты и помогали их осуществить, обезвреживали вражескую агентуру. Ту же роль играли секции интернационала, батальонные комитеты Национальной гвардии, повышение престижа народных учителей и забота об их быте, открытие новых школ, вовлечение школьников в дело помощи Парижской коммуны, открытый доступ граждан в музеи и библиотеки, новые читальни, публичные лекции и концерты, рождение новых песен и стихов, говорили о небывалой тяге народа к культуре. Возросла общественная активность женщин. Преобразование политической и культурной жизни общества, начатые Парижской коммуной, оставили далеко позади себя все самые сильные преобразования, осуществленные в ходе прежних революций. В социально-экономической области Парижская коммуна также осуществила ряд крупных мероприятий, облегчившись положение широких народных масс. Она ограждила заработки рабочих от незаконных штрафов и вычетов и установила обязательный минимум оплаты труда рабочих, приняла меры по охране труда и борьбе с безработицей, списала задолженности трудящихся по квартирной плате и наладила выдачу пособий нуждающимся, приостановила продажу вещей, заложенных беднотой в ломбарде и вернула их владельцам, назначила пенсии семьям погибших бойцов, ввела выдачу школьникам учебников и завтраков, предоставила квартиры, брошенные буржуазией, семьям трудящихся, пострадавшись от бомбардировок, установила твердые цены на хлеб и наладила снабжение жителей продовольствием. Особенно важное значение имели декреты Парижской коммуны по созданию рабочих ассоциаций, производственных кооперативов и передачи в их руки военных заказов и предприятий, брошенных хозяевами, а также по введению рабочего контроля и выборности руководителей некоторых государственных предприятий. Эти шаги носили социалистический характер. Осуществление коренных социальных преобразований тормозилось отсутствием у Парижской коммуны ясной программы таких преобразований, разногласиями в ее среде, потому что наряду с членами первого интернационала в ней были бланкисты, нео-якобильцы, а также буржуазные радикалы. А среди членов интернационала преобладали сторонники мелкобуржуазного социализма Продона. Наконец, она упиралась просто в недостаток времени. Уже 2 апреля в Версальце начали военные действия против Парижской коммуны, и необходимость отражения их натиска вскоре поглотила все ее силы. 28 мая пала последняя баррикада защитников коммуны. Поражение Парижской коммуны объясняется отсутствием в то время необходимых социально-экономических условий для победоносной социалистической революции, незрелостью самого рабочего класса. Вместе с тем, 72 дня пребывания Парижской коммуны у власти оставили глубокий след в международном рабочем движении. Парижская коммуна нанесла первый удар по капитализму и послужила предвестницей его неминуемой гибели, научила конкретно ставить задачи социалистической революции. Опыт Парижской коммуны, но не только ее завоевания, но и ее слабости, неудачи, обогатил теорию научного коммунизма рядом важнейших положений. Он подтвердил необходимость революционного низвержения власти эксплуататоров и установления диктатуры пролетариата, невозможность взятия им власти без вооруженного восстания. Он показал, что рабочий класс должен не просто взять в руки и пустить в ход старую государственную машину, а сломать ее, заменив новой. Сама Парижская коммуна явилась одной из найденных массами форм диктатуры пролетариата государством рабочего класса. Уроки Парижской коммуны оказали на необходимость вооруженной защиты завоеваний революции, наступательной тактики в революционной войне, на недопустимость мягкой телости и доверчивости в отношении врагов. Они наглядно продемонстрировали неспособность различных форм непролетарского социализма найти правильный путь к победе революции. Подчеркнули важность научной социальной теории и значение руководства партии пролетариата как боевого авангарда, как важнейшего его оружия в освободительной борьбе. Они выявили необходимость сочетать с коллегиальным обсуждением личную ответственность каждого за порученное дело, подчеркнули роль пролетарской дисциплины, международной солидарности пролетариата. На плечах коммуны стоим мы все в теперешнем движении, писал Ленин, когда они строили социализм после 1917 года. Вот на это у меня все. Спасибо за внимание. А вопросики можно? Ну, если отвечу, то да. Вот смотрите, предыдущий докладчик сказал, что парижская коммуна допустила маленькую такую ошибку, что всех своих врагов она к ним слишком мягко к ним относилась. Нет бы хлопнуть сразу на месте всех врагов революции, они их там отпускали и все остальное. Так большевики же, в принципе, сделали ту же самую ошибку в 1917-18 году. Того же Краснова отпустили, под честное слово, чтобы больше воевать не будет. Да и многих остальных довольно-таки известных личностей. Вопрос, собственно, в чем? Не совершили ли большевики те же самые ошибки, что и парижская коммуна? Ну, я бы не сказал, что именно так они совершили. Дело в том, что вот в то время, они же говорили, вот когда мы строили уже советскую систему государственности, то там стоял вопрос о том, что мы еще, пролетариат имеется в виду, не может управлять государством. И нам нужны были лица, и министры царского правительства прошлого, так сказать, и военные. И, конечно, нам не нужно их как таковое сразу расстрелять всех и все. Нам нужны были лица, которые бы действительно осознали и помогли. И если мы помним, то когда началась гражданская война, то как раз вот военных, половина военных царского или как там штаба, они были за социализм, они были за Ленина. А вторая половина была против. Но там, вот что было именно в Париже, то здесь получалось то, что там просто всех прощали. Они говорили о том, что, ну, ребята, они завтра будут наши товарищи. Но субъективный фактор здесь должен играть в том, что мы должны, во-первых, воспитать человека. Ну, а они говорят, вот мы воспитаем и все. Но получилось то, что получилось. 72 дня продержалось именно кому-то, пожалуйста. Маленькая, совсем маленькую. Владимир Николаевич, если вы не забудьте, что часть бывших офицеров перешла на службу национальной армии, которая воздавалась на территории высшей Российской империи. Поэтому еще вопрос. Другая половина. Одна была взрослева, другая была против. Ну, половина я и сказал так. Потому что, еще раз я говорю, некоторые осознали то, что действительно развитие общества должно быть прийти к социализму. И они понимали, что при социализме это действительно будет шаг вперед развития нашего российского общества. А другие, они просто, как говорится, не хотели забывать и не хотели отдавать, так сказать, все то, что на них работало. Они также хотели отдыхать спокойно, ездить на Канары, как у нас сейчас руководители этих самых крупных предприятий и так далее. И они и так хотели себе оставить. А работать никто не хотел. А как раз те военные, которые пошли за большевиками, они говорили же, что мы должны свою родину защищать, а не какой-то там царизм. Можно, извините, если я правильно понял, то для вас переходы на службу в ту или иную национальную армию означает выступление против большевиков. Правильно я понял или нет? Нет. Абсолютно нет. Против большевиков здесь как раз нет. Большевики это, можно сказать, та партия, которая воспитывала население идти путем по социализму. Путь социализма. Вот куда они говорили. А вот кто хотел, а кто не хотел, вот тут уже и гражданская война показала. Кто хочет идти в социализм, а кто не хочет идти. Хочет сохранить старые порядки. Мы сегодня вернулись к ним. И что мы видим? Сам тут есть показал, что творится тут. Поэтому что тут вот? Я хотел еще к цитату Русилова Алексея Александровича, которая была раньше при Николае Втором. А потом сказал такое. Никуда я не пойду. Кто, как небольшевики, вместе с русским народом, отстояли нашу землю и воссоздали Россию? А где были вы, господа? И кому на службу пошли в это время? Пора нам всем забыть о трехцветном знамени и соединиться под красным. Да, ну это Русилов, он прогрессивный, как говорится, военный. Так что тут ничего удивительного нет. Я бы, наверное, тогда добавил ваш доклад. 50% за одну сторону, 50% за другую. Это, так сказать, скорее образный формат. Потому что большинство-то перешло на сторону красных. Там 70% офицеров. Мы, я прошу прощения, что перебиваю. Здесь там вообще о генеральном штабе там речь шла. Вот когда 50 на 50. То, что работали там. А нижний вот состав, там прапорчики, эти так, где большинство пошли. Эти потому что были близко к народу. А вот те, которые, как говорится, всегда окружались среди высшего состава, вот о них обычно речь.